Ну что, друзья, мы готовы продолжить наш эксперимент. Санислав будет оценивать ходовые качества этого автомобиля. Я напомню, что под капотом Exida VX двухлитровый двигатель, 249 лошадиных сил. Здесь, кстати говоря, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, это не робот. И система полного привода ТОТ шестого поколения, что тоже интересно. Не пришлось, я смотрю, задумываться, как включить передачу. Ну, а тут похоже очень все. С переключением передач, регулировка сидений на очень один знаменитый европейский бренд. Да, есть такое. Прям навеивает. Вот у меня BMW дизель трехлитровый, но тоже 249. Но это о чем говорит? О том, что налоги как раз до 250 лошадиных сил. Мотор отзывается, педальку чуть прижимаешь, машинка сразу взбадривается. Педаль газа плавненькая, тормоза тоже реагируют достаточно неплохо. Ну, первое впечатление, мне удобно. Мне удобно, комфортно, я сижу. Вот сейчас по дуге проходили. Чувствуется, да, машина не валкая? Нет. То есть она так довольно хорошо держит поворот. Подвеска у нее классического типа. О! Мягенькая? Очень! Я предлагаю чуть-чуть поддать газу и проехать побыстрее. Ну, давайте. Не будем ее чуть-чуть жалеть. Тем более у нас... Да, хорошо. Да, если вдруг не заметно, давайте еще раз. Извини, машина, но... А тут вообще хорошо. В принципе, демпфирует подвеска все очень неплохо. То есть я, во-первых, не слышал шума какого-то от нее, тихая подвеска. Учитывая, что здесь нет пневмоподвески, работает просто великолепно. Друзья, мы с вами не прощаемся. Вернее, прощаемся, но всего лишь до завтра, потому что завтра со Станиславом мы еще прокатимся на этом автомобиле и поговорим уже о ездовом комфорте. Наверное, это будет правильнее сказать так.